всем привет всем привет сегодня мы выезжаем в экспедицию в которую хотели ехать еще в предыдущем году в предыдущем году у нас внезапно наступила весна и все начало мгновенно таять поэтому в том году мы не смогли выехать сегодня мы взяли с собой все самое необходимое поедем от избушки на очень большое расстояние избушку мы затопили на обратном пути снова сюда заедем потопим передохнем и уже будем возвращаться обратно в деревню вот такие друзья у нас тут лесные дороги пока ехали на снегоходе в обоих замерзли ноги сегодня вам я расскажу про опыт носки и чик вот этих краткое свое мнение что там даже гнездо печки не до так то бы хороший был себе ухожу все разбомбили здесь кто-то сахар выше перец соль вообще нормально здесь спать запустили чё все хорошо чага он чай 12 калибр все тамбур есть у вас можно запас дров такой вот хороший здесь вагон это двойка металл обито жестью все вагончик это охотничий у егерей с охотничьей базы так вот среди теги забросили они его сюда чтобы видать охотиться здесь ягеря могли спать ночевать внутри уже все разгромлено давно здесь видать не бывали охотники кто-то разгромил чё стоит среди леса так хороший съеду вообще даже он эти косячники покрашены проводка есть бензогенератор подключающего все удобства печки нет может сперли может они ее убрали чтобы не утащили непонятно поручник лицо да вообще суперский вагончик подожмем может его восстановим будем сюда ездить вот мы ехали тут старые следы от снегохода уже давно не ездили да завезли его как-то тут как-то умудрились сюда привезли он же давно стоит он видно его даже обвела все все поручни хороший вагончик нормальный хороший вагончик Продолжение следует... Продолжение следует... Чай с медом, сейчас надо попить... Второй качке мед-то чувствуется... Разнотравье... Яичницы на меду... Капец масло... Продолжение следует... 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 Из всего есть один минус... О минусе я скажу в самом конце... Сами по себе... Ичиги... Правильно... Обувь... Хорошая... Из плюсов... Она легкая... На самом деле... Она там весит что-то... Килограмм с чем-то... Это... Большие плюсы... У меня модель со шнурками... Выбор... Это... Каждого... Со шнурком... Удобно тем... Что можно... Ичиги... Ичиги... Подтянуть... Зафиксировать... На голеностопе... А простые... Без шнурков... Уже... Сделать так нельзя... Но их надевать удобнее... Чем со шнурками... Но это... Дело вкуса каждого... Обувь прихотливая... Все равно ее нужно изредка... Обрабатывать... Специальным кремом для... Кожи... И снимать вот этот чулок... Тоже просушивать... Ичиги... Сушится просто... Отгибается кожа... Чулок вытаскивается... Все... Ичиги убираются... Теплое... Сухое место... Но... Их нельзя сушить... Прямо на батареях... Лучше... Убрать простое место... Не рекомендую... Обработка занимает... Не так много времени... Это буквально... По минуте... Обмазать... Каждый сапог... При покупке... Можно смело брать... Наверное... На два размера... Меньше... Я покупал... Сорок второй... Сейчас я их... Разносил... И... Ношу... С шерстяным носком... И... Запасы еще... Очень много... В этом сезоне... Не получилось... Протестировать их... В самых... Жестких... Наших условиях... Пару раз у нас было... Что-то... Более 30 градусов... Но... В основном... Я их надевал... Потому что... Приезжал я... В основном... В выходные... Было... Тепло... То есть... Это... Максимальная температура была... Минус 20... Почему... У нас не было морозов... Наверное... Кто вот... Живет в Удмуртии... Поняли... Что у нас... Очень много было... Снега в этом году... Поэтому... Морозов практически не было... Теперь... Из минусов... Мы в этом году... Очень много передвигались... На снегоходе... Сидя на снегоходе... Ноги... Мерзнут... Если стоишь долго... На одном месте... Ноги начинают... Тоже... Подмерзать... Наверное... Дело... Все-таки... В подошве... Многие писали... Что... Подошва... Тонкая... Возможно... Если была бы подошва... Потолще... Ноги бы... Не мерзли... Но... Все же... Когда... Начинаешь в них ходить... Передвигаться... Чувство холода... Пропадает... То есть... Нога согревается... Сразу же... В принципе... Это самая простая обувь... Обувь... Такая же... Которую мы носим... В городе... Нет ничего в ней... Такого сверхъестественного... Ну... Соответственно... Если ты стоишь... То ты будешь мерзнуть... Обувь это... Без подогрева... Если было с подогревом... Наверное... Тогда бы... Только было бы... Тепло стоять... В общем и целом... Ичиги... Сами по себе... Обувь хорошая... В них легко... Передвигаться... Нога в них... Всегда сухая... У меня не было такого... Что... Когда я снимаю... Ичиги... У меня... Нога вся влажная... Как это вот... Может быть... В сапогах... Таких... Таких... Там у меня соль в рюкзаке... Там... Нету... Держите? Нету... Здесь? Да... Субтитры сделал DimaTorzok Вот в городе все с ума сходят, сахар скупают, а я думаю мы с тобой не пропадем, у нас мед есть Там потом такой чепушок появляется Тут уже потолок прогнил Хороший вагончик Путевки покупать будем у егерей Спросим что они его забросили Странно Хороший ухоженный Руку приложить Все Ну это наверное вандалы какие-то здесь шарахаются по лесам Разбомбили все Ну вот нету у нас в Удмуртии этикета охотничего Всегда когда что-то найдут в лесу чужое всегда все Разбомбят, разворуют и сожгут в конце Вот это вот такая вот у нас политика нехорошая Ну ладно все поедем в избушку Не могу не показать друзья вам самые красивые кадры А семья Далее Вог zombies Далее Воги Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь она чуть-чуть выше пояса Вот так вот снега нынче И еще вот сыпанул Видать мало Еще перед самым разгаром таяния Он решил выпасть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Блин, заберзла Интересная поездочка получилась В тех степях я не бывал Самое удивительное, что когда смотрел на карты Там были дома Я думал, там кто-то держит пасека Живут люди Мужичок к нам попался местный Кто живет в доме в этом Спросили Да, охранник Спросили А для кого это вообще? Чё это такое? Как он ответил? Для своих Ну понятно, короче Кто-то, видать, скупил землю И там такая у них база Там пруд есть Беседка была В общем, место для балдежа Это и так для своих Наткнулись на Интересный Вагон Или как его можно назвать? Бутовка Хоть как угодно С виду нормально Ухоженная Обшитая Внутри Беспорядок В общем, кто-то Кто-то побездельничал там Явно не медведь Рука человека, наверное Печка там была По-любому сперли ее Вырвали всю проводку Проводку, да Все повырывали Да как? Содрали просто Они ее с потолка Нет, тут-то Там бурита нету Все Содрали, значит Кто-то спер Ездит В лесу Дороги как Блин, лучше, чем в деревне Я вообще Едешь Вот зимник-то был Показывали мы По зимнику ехали Выезжая, что тут Дорога чищенная И гладко-гладко все На улице у нас 20 градусов Мы выехали Часов в 9, наверное От избушки Сейчас вот уже Третий час Я замерз В прошлом году Было очень много Кабаних троп В этом году Их нету А все потому Потому что у нас Завелись волки Теперь у нас Весной Будут ходить к нам Не только медведи Но и волки Почему весной? Они летом могут прийти Да, и летом Ну я имею в виду Куда медведи Проснутся Будут ходить вдвоем Они Под руку сюда А мы В избушке Спать будем здесь Шанул горе Ролень Что? Волк Орут? Воют Это точно не собаки А я здесь тогда Я так же слышал А я тогда один Когда приезжал сюда Я вышел на улицу И Тут Ну как Крыса То ли собака Гавка То ли волк Короче Прям слышно было Тут В этом году Делали облаву На волка Взяли Четверых Или пятерых Где-то Вот такого количества Это не все Наверное половину Отстрелили Еще столько же Ходят Встречали мы Одиночные Следы волка Такие Наверное Вот тут След у него С мою руку Такой вот Матерый волк В общем Весело будет нам Нынче Не обязательно Он одиночный Они же с ним Вместе ходят Когда они загонят Луся Они разделяются Может У них полкилометра Ну будто волчий Один там Может рядом Через полкилометра Стая Еще Может Но я вот никак не думал Что у нас тут волки Заведутся Волков у нас Раньше не было Мы начали Замечать Вот когда Года два назад Да По эти Одиночные Тоже след был Весной Проходной Что-то в деревне Его видели Ну вот как Егеря говорят В том году Было два Да Два следа Гоняли лосей Тут Да А нынче Их стало восемь Вот Остальные Это сеглы Получается Ну Получается Гнездо Это Вот молодых Считай Стрелили Четыре А самка С волком Все равно Они где-то тут Ну наверное Опять будет Потомство Да Зашли Волк С волчицей Тут Наплодились И Получилась У нас Такая Стайка Здесь Наверное Вот они Кабанов То всех И повышибали Здесь Ну и тут Сразу Бросились Спасать Оход Угодия Игеря В общем Облава Была Все Мы попили Чаю Немного Согрелись Все Мы поедем Поедем Встречать Наших гостей А что будет Дальше Увидите В следующей Серии Если Все нормально Будет Никто Никого Не заблокирует Всемирной Глобальной Этой Системе В интернете Ладно Друзья Давайте Как Как обычно Увидимся С вами В следующий раз Будьте здоровы Живите Счастливо Всем пока Всем пока Субтитры